Разговор был у президента действительно серьезный, и разговор был принципиальный. Руководители силовых ведомств дали именно критическую принципиальную оценку того, что происходит сегодня. Но после этого разговора мы понимаем, что расслабляться нам нельзя, нам необходимо и дальше работать над обеспечением безопасности нашего государства, его защитой. И очень мне запомнили слова президента, если будет каждый выполнять задачи на своем месте, то народу Беларуси беспокоиться нечем. И сегодняшние награды, сегодняшние воинские звания, это как раз показатель того, что свою работу мы выполняем, за свою работу мы можем гордиться. И народ Беларуси может спать спокойно. Еще один момент. Ладно бы нам проблемы доставляли только наши, скажем так, партнеры, но вот озвучали заявления Шеляна о том, что они замораживают свое участие в ОДКБ. Что касается общей обстановки, безусловно, мы контактируем с нашими западными коллегами. Более того, скажу, что на сегодняшний день в ряде ведущих западных государств, в военных ведомствах начинается понимание того, что контакты с вооруженными силами, контакты с Беларусью необходимы. Мы это слышим. Более того, это они начали уже, ну как вы говорите, кулуарно озвучивать. То есть работа будет продолжаться. Именно снизить градус напряженности, ну если глобально, предотвратить войну. Не дай бог, она у нас случится. Что касается сотрудничества в рамках ОДКБ. Я думаю, преждевременно делать выводы. Есть политические заявления, есть взаимоотношения между вооруженными силами, которые на сегодняшний день, они существуют, у нас есть планы, мы работаем по этим планам. Поэтому политические заявления давайте оставим в стране, а будем развивать все равно сотрудничество с нашим на сегодняшний день партнером по организации договора коллективной безопасности Армении.